Коль скоро вы заговорили о юристах, есть более чем уместно вспомнить, у двух юристов будет ремнение минимум, значит, да, это абсолютно нормальная норма. Но я уже высказывал свою гипотезу. Уважаемые коллеги, я еще раз хочу подчеркнуть, это даже не моя личная точка зрения, это моя гипотеза. Почему-то мне кажется, что я не ошибаюсь. Кто-то в администрации президента, вот адрес я почти уверен, я называю правильно, в свое время, может быть, защищал какую-нибудь диссертацию по американскому уголовному праву. И, может быть, ему всю жизнь хотелось сделать кальки со многих американских законов, чтобы такие нормы, похожие, были в нашей системе. Ну, во-первых, здесь мы помним, что у нас континентальное право, то есть у нас непрецедентное, в отличие от англосаксонского, непрецедентное право. И, тем не менее, берутся нормы, мы это видим из закона в НКО, закон о клевете, многие другие идеи, закон о демонстрациях, да, кто-то вот это делает. Ведь я думаю, что у вас нет никаких заблуждений по поводу фамилии конкретных депутатов от Единой России. И, причем, я уже обращал внимание на специфику, вегетполит Сидякин, это бывший руководитель Башкирского регионального отделения партии справедливости России, это предатель. Значит, да, и там, если вы посмотрите, там мы увидим фамилии там Изотова, Изтаршинова и многих-многих других. То есть Единая Россия, так пачкаться не хочет, правда, их обязали, вот по закону об НКО, такой круговой порукой, повязали, чтобы они все были авторами. Потому что многие понимают, что когда-то им это будут вспоминать, да, и будут вспоминать и рецеприятными словами. Так вот, мой прогноз, что кто-то работает вот в таком ключе, и так как уголовное, допустим, американское право очень большое, я думаю, что это не последний кальки, либо с европейского, в основном с американского законодательства, который кто-то захочет применить к России. Вы правильно абсолютно сказали, Россия это страна особая, с особой своей историей, с особой жизнью. Я не думаю, что у нас, во-первых, а, приживутся вот эти чужеродные ростки, а, б, что нам нужно следовать таким образом. У нас много достаточно блестящих юристов, которые могут самостоятельно любые создавать новые нормы права, но тем более мы помним из теории, что, как правило, нормы права регулируются уже существующие правоотношения. Но сейчас мы видим в последние годы все чаще и чаще именно идут попытки нормы права создать новые правоотношения, которые до сих пор не было, более того, они были абсолютно чужды для нас. Но это, прежде всего, кстати, в немало степени касается той самой рыночной экономики и построения такого дикого альгархического капитализма. Но не буду углубляться в эту тему.